Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Мы держим работы все на контроле. Сегодня с подрядной организацией как раз-таки находимся на участке, где будет обустроен пешеходный переход. Как проходят работы по реконструкции главной магистрали округа, расскажем в сюжете. Мы смотрим на три периода. История Древней Руси, История периода Тывана Третьего до конца Российской империи. В гимназии номер 16 открылся музей истории российского флага. Он создан для творчества, все народы власти жили дружно. В преддверии Дня народного единства в школах и детских садах прошли патриотические уроки. Сегодня исторический момент для города Люберцы, для стадиона «Торпеда». Началась масштабная реконструкция стадиона «Торпеда». А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации округа состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управлений, ведомств и служб подвели итоги работы за последнюю неделю октября, что было сделано в материале моих коллег. В МВД Люберецкое поступило 2200 обращений. Возбуждено 28 уголовных дел. 22 раскрыты по горячим следам. Также было 171 ДТП с членами пострадавшими. Никаких резонансов преступлений не было совершено на территории межмуниципального управления. На территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло 7 пожаров. Один в Латкарина, остальные в Люберецком округе. 28 октября огнеборцы работали в усиленном режиме с привлечением дополнительных сил Московской области. Поселок Томиль на улице Гаршин, дом 11, дробь 1. Это территория ТЗПП. На данной территории располагается административно-производственное строение 8-ми этажной высотой 30 метров. Разберами 20 на 100. Кровля мягкая, электрифицированная. На момент прибытия пожарных подразделений происходило открытое горение на 7-8 этажах административно-производственного здания с угрозой распространения по всему этажу. Доклад о состоянии дел в сфере ЖКХ начали с приятной новости. 27 октября в Одинцово состоялся конкурс среди работников ЖКХ «Лучший по профессии». 53 округа Подмосковья делегировали 228 участников. По итогам конкурса были определены победители. Конкурс проводился по 10 номинациям, в числе которых вошли сотрудники нашего предприятия АОЛГЖТ. Итак, первое место у нас в конкурсе занял штукатурмалер Шкуренкова Ольга Николаевна. И третье место в конкурсе слесарь-монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Это в народе говорят просто слесарь-сантехник Саблин Виктор Васильевич. С чем мы и поздравляем. В округе продолжаются работы по замене лифтов, светильников уличного освещения и установке датчиков загазованности в квартирах и частных домах. До конца года коммунальщики намерены выполнить весь запланированный объем работ. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Глава Люберец совершил объезд округа вместе с сотрудниками администрации. По ходу проверки Владимир Волков давал поручение своим коллегам. Подробности далее. Маршрут начался с проверки строительства новой школы в поселке Красково. Уже в 2023 году в ней будет учиться более тысячи детей. Глава проверил ход работы и сроки их выполнения. Далее по маршруту аллея у дома один по Егоревскому шоссе. Выехали туда по просьбе жителей. И по поводу ее содержания сейчас у нас большие проблемы. Потому что, во-первых, УКБ сейчас там вроде бы как убирает, чистит и подкрашивает. Но и зима, когда настает, деньги не выделяют. Соответственно, здесь большие трудности. Да, да. На моральном уровне. В чем проблема? Почему не принимаем, не передаем? Во внимание участников объезда попала и набережная Красковского Корея. Здесь во время дождя или оттепели вода с бульвара спускается вниз и размывает насыпные стены. Владимир Волков поручил устранить эту проблему в ближайшее время. Вот он, застройщик. В этом году уже надо начать что-то сделать. Либо трубу пластиковую выложить. Да, не знаю. Проверили и железнодорожную станцию Ухтомска. За три года из-за перехода в неположенных местах тут погибли восемь человек. Забор, чтобы сегодня был поверху наделан, чтобы и газа и все остальное. Вот эти профнастилы с той стороны, как положено, как везде. Сделайте единое. И солидолом обмажьте все, чтобы не было никаких попыток облезть. Глава округа осмотрел прилегающую к эстакаде мальчики территорию. Люберчане жалуются на плохое содержание и редкую уборку мусора. Владимир Волков поручил заняться этим вопросом профильных специалистов. А финальной точкой маршрута стал Центральный парк. Для нас очень важны все поступающие предложения от жителей. Прошу также быть всех активными. Давать те предложения в любых социальных сетях. Абсолютно во всех точках доступа информации. И мы максимально будем стараться реализовывать те задумки самих жителей, которые приходят к нам. Выездная комиссия обсудила варианты украшения Центрального парка к предстоящим новогодним праздникам. И расположение там катка. В округе подходит к завершению капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов. На улице Льва Толстого ход выполнения работ проинспектировал глава округа. Этот девятиэтажный дом из силикатного кирпича на 108 квартир построен в 1994 году. Несколько лет назад здесь отремонтировали кровлю, заменили лифтовое оборудование и систему холодного и горячего водоснабжения. Теперь по многочисленным просьбам жителей утепляют фасад. Выполнено уже порядка 70% работ. На данном этапе идет облицовка керамогранитом. К капитальному ремонту фасада 31-го дома приступили летом. После его завершения в квартирах станет теплее и увеличится звукоизоляция. Дополнительно жители обращались по вопросу замены газового оборудования. В этом доме еще также будет полностью оно заменено. По срокам этого контракта до конца ноября работы все будут закончены. Уже весной здесь благоустроят придомовую территорию. Всего в городском округе Люберцы в этом году капитально отремонтируют 135 многоквартирных домов. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается реконструкция Октябрьского проспекта. Какие работы в рамках реализации первого этапа этого масштабного проекта уже выполнены, в ходе инспекции узнал глава округа Владимир Волков. Работы по реконструкции главной магистрали города будут выполняться в пять этапов. Первый этап, а он самый трудоемкий, включает замену инженерных коммуникаций, расширение дорожного полотна с четырех полос до восьми и строительство эстакады от улицы Власова до Волковского проезда. Обустройство на этом участке ливневой канализации, которой в центре города до этого никогда не было, уже завершено. Коллектор на данном интервале положен полностью. Сейчас осуществляется непосредственно работа по пересечкам под Октябрьским проспектом, который будет собирать со всех очень, скажем так, сложных участков дождевую воду. Также в рамках первого этапа предусмотрено строительство двух подземных переходов. Одного на пересечении с улицей Красной и второго со Смирновской. На первом объекте уже готов фундамент двух лестничных сходов и построена часть тоннеля. В первом квартале следующего года работы по строительству перехода на пересечении с Красной улицей планируют завершить. Его общая длина составит более 60 метров. Мы держим работы все на контроле. Сегодня с подрядной организацией как раз-таки находимся на участке, где будет обустроен пешеходный переход. Для нас важно, чтобы все работы были синхронизированы, не было никаких сбоев, задержек. И мы в конце следующего года уже, конечно, увидели и эстакаду, и два подземных перехода, и законченный вид вот этого отрезка дороги. Окончание работ, включенных в первый этап реконструкции, запланировано на третий квартал 2023 года. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. После завершения капитального ремонта гимназии номер один и шестой школы, территорию вокруг образовательных учреждений приводят в порядок и облагораживают. Какие работы были выполнены в рамках благоустройства и что еще предстоит сделать, узнали мои коллеги. Обновили здание, обновят и территорию вокруг него. Сейчас техникой люди приводят в порядок заднюю часть двора шестой школы. По всему периметру участка уложат новые асфальт и плитку. Также здесь появится физкультурно-оздоровительный комплекс, где смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и все желающие. До трех часов у нас будет отдельный вход в это помещение. После трех часов калиточка будет закрываться и фокк будет функционировать для жителей города. Но мы уже точно знаем, что будет он гимнастический. Когда будет фокк построен, забор мы тоже должны будем поменять. А вот с внешней стороны постараемся поменять его уже сейчас в связи с тем, что, конечно, безопасность детей на первом месте. Преобразилась территория гимназии номер один. Здесь заменили асфальтовое покрытие, уложили новый бордюрный камень. В связи с реконструкцией Октябрьского проспекта предусмотрено два входа на территорию со стороны Смирновской и Звуковой улиц. Стало намного больше места. Ее, я бы даже сказала, облагородили. И все очень хорошо. Выпускаясь из этой школы, мне кажется, все классы посадят здесь по какому-нибудь маленькому дереву. В память о школе и в память о том, что здесь все учились. Интенсивно ведутся работы и во внутреннем дворе. Здесь заменят покрытие бековой дорожки, восстановят прыжковую яму, а также увеличат площадку для воркаута. Изначально эти работы не входили в план, но дополнительные средства позволили нам отремонтировать и сделать красивой и лицевую сторону, и самое главное спортивное ядро за обоими школами и за первой, за шестой. На следующей неделе работы по благоустройству спортивных ядер завершат. Луиза Иги Азарян, Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ. В школах городского округа новая учебная неделя начинается с поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Такое правило действует во всех образовательных учреждениях Московской области с 1 сентября. На торжественной линейке в гимназии 56 побывали мои коллеги. В 8 утра актовый зал уже полон людей. Воспитаринги 56 гимназии выстроились на линейку, ожидают знаменную группу. Честь внести государственный флаг Российской Федерации на этот раз выпала ребятам из военно-патриотического клуба «Ротоборцы». Нас объявляют. Максим капитан идет первый, после идет Даша, за Дашей иду я, а после за мной идет Ника. Я сейчас чувствую только гордость и немного расселенности. И вот ответственный момент настал. После объявления ведущего знаменосцы под командой «Шага марш» зашли в помещение. Александр Махонин установил на сцене главный символ страны. Все присутствующие запели гимн Российской Федерации. С 1 сентября в гимназии так начинается каждая учебная неделя. Эта традиция, которая появилась во всех школах, очень важна для всех нас, для вас, ребята. Флаг страны – это символ независимости, гордости нашего государства. И вот этот триколор, который сегодня установлен в начале рабочей недели – наша гордость. После линейки разговоры о важном. Каждый понедельник перед началом уроков классные руководители проводят беседы с детьми. Тема сегодняшнего внеурочного занятия «Россия – мировой лидер атомной отрасли». Тема «Мирного атома» – это тема, которая должна быть обязательно освещена в средней школе, потому что, может быть, сложится превратное мнение, что вот атом можно использовать только в военных целях. Но мы-то знаем и про атомную энергетику. И вот сегодня будем знакомиться с атомными ледоколами. Наши дети получают информацию из интернета. И зачастую не каждый взрослый может разобраться в потоке фейковой информации и недостоверной информации. А эти занятия, они способствуют тому, что дети учатся правильно воспринимать весь этот поток и понимать, чему стоит верить, а чему нельзя. Такое новшество в расписании школьников ввели по всей стране с 1 сентября. Главная цель – повысить патриотический потенциал молодого поколения. Создать условия, чтобы дети знали и, самое главное, уважали историю, культуру и традиции своей родины. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах открылся еще один музей. Организовали его на базе гимназии номер 16. Музейное пространство посвятили истории российского флага и других государственных символов. На церемонии открытия музея побывала съемочная группа нашего телеканала. Над музеем в гимназии работали около года. Наиболее напряженными выдались последние дни. Экспозицию планировали открыть накануне Дня народного единства. И это удалось. Мы смотрим на три периода. История Древней Руси, период от Ивана Третьего до конца Российской империи. У нас, соответственно, часть экспозиции. И Советский Союз. В экспозиции княжеские стяги, флаги, в их числе штандарт президента и знамя победы, гербы. Книги по истории государственных символов. И воинские награды разных периодов. Очень здорово. Это, конечно, нам даже надо знать. И это как раз тот самый момент музейный экспонат, который вам помогает знать историю, прежде всего, своей страны. У нас она очень богатая. У нас она очень интересная. Экспозицию, по словам сотрудников гимназии, собирали всем миром. Экспонаты передавали педагоги. Приносили ученики и родители. Ребята, я вас призываю, конечно, хорошо учиться. И в том числе знать и любить историю. Это, на самом деле, непросто. Но, как правило, к этому немножко попозже люди приходят. Но я вот желаю вам все-таки сделать первый шаг именно сегодня. Особая гордость – флаги. Представлены практически все. Начиная от флага, который был поднят на первом российском парусном судне «Орел» в 17 веке. Планируется, что в дальнейшем коллекция музея будет расти. Сегодняшний музей на базе городского округа Люберца именно в гимназии номер 16 – это, правильно, единственный музей в России Российской Федерации. Музей открылся. И первые посетители, конечно, ученики старших классов гимназии. Для ребят провели экскурсию. В дальнейшем музей будет доступен и для учеников других школ Люберец. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Патриотическая акция «Письмо солдату» проходит для воспитанников школ и гимназии городского округа. Они отправляют рисунки и текстовые послания российским военнослужащим. Что пишут дети и как адресаты реагируют на такие подарки, узнал наш корреспондент. Дописав свое послание, юнормеец Дарина Тамбовцева аккуратно складывает его в треугольник. Точно так же оформляли фронтовые письма во время Великой Отечественной войны. На столе еще сотни подобных конвертов. На некоторых детские рисунки и символика страны. Эти письма как раз таки и являются базовой поддержкой, которую мы можем дать солдатам, которые ушли на фронт. Это единственное, даже, наверное, не единственное, а одно из немногого, что мы можем на данный момент сделать для них. Письма солдатам пишут школьники всей страны. В одной только Московской области за месяц собралось более 60 тысяч посланий. Большая часть уже дошла до адресатов. Совсем недавно вместе с волонтерами Подмосковья мне удалось побывать в нескольких военных частях, где мы раздали эти письма мобилизованным мужчинам. И я был удивлен, я никогда раньше до этого этим не занимался, я был удивлен, как парни тянулись к этим письмам. И уверен, они к этому письму, детскому письму, детской эмоции обратятся, когда им нужны будут моральные силы двигаться и идти к победе. Письмо солдату – совместный проект российского движения школьников, волонтеров Подмосковья и представителей движения «Мы вместе». Патриотическая акция нашла широкий отклик среди детей и молодежи. Вот это огромная стопка писем, собранная за один день в 51-й школе. Тому подтверждение. Владимир Волков встретился с семьями мобилизованных жителей городского округа. Беседа прошла в Доме офицеров, где недавно начал работу Центр поддержки родственников, призванных люберчан. Какие вопросы были адресованы главе городского округа, расскажет наш корреспондент. Центр поддержки семей мобилизованных – это место, где всегда готовы помочь и выслушать. Сегодня здесь домашняя обстановка. Горячий чай с угощениями, развлекательная программа и подарки для детей, призванных люберчан. В центре внимания каждый, кто проводил своих мужчин на защиту Родины. Мы проводили нашего папу, моего супруга Сергея. Ему пришла повестка, он сразу же отреагировал и пошел давать долг Родине. Нам очень помогли 44-я гимназия в плане организации бесплатных кружков. И, конечно же, они участвуют в нашей жизни, постоянно интересуются, как у нас дела, есть ли у нас связь с папой. Не остаются в стороне представители администрации, депутаты, общественники и волонтеры. Каждое обращение, поступащее от семей мобилизованных, отрабатывают в приоритетном порядке. Они имеют право на бесплатное питание в школах и детских садах, посещение секций кружков и ряд других социальных мер поддержки. Самый главный вопрос последнего времени, это вот по нашей информации, то, что больше всего семьи беспокоило, это выплаты. На данный момент у нас порядка 60% выплаты получили уже мобилизованные. Есть те, кто не получили, связанные это с реквизитами, которые либо не передал сам мобилизованные, либо вопросы с банками. Поэтому, если есть такой вопрос, тоже скажите, мы решаем обычно все очень быстро. В конце встречи Владимир Волков вручил женщинам цветы, а детям настольные игры. В ближайшее время для мальчиков и девочек, чьи папы отправились на военную службу, организуют поездку в развлекательный центр. В городском округе Люберцы 208 таких детей. Луиса Егия-Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберецкий городской округ готовится к отправке гуманитарной помощи в Донбасс. Грузовик и несколько автомобилей сопровождения выйдут в зону боевых действий в первых числах ноября. В единой дежурной диспетчерской службе состоялось совещание рабочей группы, которая обсудила вопросы транспортировки и наметила план работы на месте. Подробности встречи в следующем материале. Везем гуманитарку в том объеме, в котором успеем ее собрать. Везем группу кинематографистов для съемки документального фильма по участию Люберча в специальной военной операции. И везем артистов для организации концертов в госпиталях. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций и сложностей и всего того, что зовется форс-мажор, на совещание пригласили людей, которые имеют личный опыт доставки гуманитарной помощи на Донбасс. Первая остановка у нас в Ростове. Там остается группа артистов. И там, насколько я понимаю, Миш, все уже в плане встречи и проведения. Там все организовано. Поэтому давайте мы сейчас сначала заслушаем Максима. Максим Башкиров – куратор Люберецкого отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство». На Донбассе был неоднократно. По его словам, ситуация меняется постоянно. Но минимизировать сложности логистики можно. С самого начала отправляли груз. И очень было много всяких сложностей, тонкостей, которые на таможне груз был задержан. Имея даже административный ресурс, проходит около трех недель, чтобы это все прошло. Председатель Люберецкого отделения Союза десантников Сергей Батарчуков возит гуманитарную помощь с 2014 года. Считает, что пришло время подумать о смещении акцентов и собирать не вещи и продукты, а деньги, на которые военные могут приобрести все, что необходимо, на месте. Средства сдают и сейчас. Поэтому контроль за ними должен быть усилен. Тот же человек, который хочет помочь, он принес где-то, дал наличие. Мы должны открыть расчетный счет для предприятий для помощи. Открыть какую-то нет-нет, там многие не смогут на счет отправить. Какую-то рабочую карту Сбербанка, поставить ответственного человека, контрольную ревизионную комиссию, четкие контроли по закупкам. По итогам встречи члены группы договорились до отъезда определить части, где служат люберчане. Помощь должна быть адресной. Освежить контакты с командованием частей. И открыть счет для желающих помочь деньгами. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 4 ноября страна отметила государственный праздник День народного единства. К этой дате в школах и детских садах городского округа Люберцы прошли патриотические уроки. Наша съемочная группа побывала на одном из таких. Вы знаете, много праздников. А теперь я хочу вам рассказать, что в нашей стране есть еще один праздник. Он достаточно молодой праздник, появился не так давно. И называется этот праздник День народного единства. Смысл этого праздника Тамара Ракетин объясняет детям в игровой форме. Так малыши лучше понимают и запоминают информацию. Рассказывая о дружбе народа в огромной стране, воспитатель привела в пример их группу. Дети все разные, но живут в мире и никогда не ссорятся. Мы все хотим как жить? Дружно! Дружно! Молодцы! И этому доказательству наша сеточка дружбы. Уроки на патриотические темы в дошкольном отделении 27-й школы проводят регулярно учреждения образования. Постоянный участник всероссийского конкурса «Восемь жемчужин». И в этом году педагоги представят свою работу в области нравственно-патриотического воспитания детей. Прошли первый этап, сейчас вышли на второй этап. Значит, выполняем там, готовим презентации. Всю нашу работу, в которую мы ходим, к различным мемориалам, музеям, памятникам, честным ветеранам. Участвуем в различных акциях. Это вот окна победы, конкурсы, рисунки. Всегда выходим победителями. Это все собираем и решили, что у нас накоплен большой опыт и что мы можем представить свой опыт уже на таком уровне. Воспитанникам младшей логопедической группы показали презентацию и рассказали о подвиге Минина и Пожарского. Теперь дети знают еще об одном главном празднике нашей страны. 4 ноября – День народного единства. Это очень важный праздник. Он создан для творчества, все народы в России жили дружно. Уиза и Геозаря, Сергей Квоздев, телеканал ЛРТ. Для четвероклассников 20-й гимназии Люберецкие госавтоинспекторы провели пешеходную экскурсию «Безопасная дорога в школу». Основная цель акции – научить детей навыкам безопасного поведения рядом с проезжей частью и на дорогах. И только тогда, когда вы убедились в безопасности своего перехода, мы с вами переходим дорогу. Аккуратно бегать ни в коем случае нельзя. Во время экскурсии вспомнили значение и название дорожных знаков, расположенных около гимназии. Изучили места, где можно безопасно переходить проезжую часть. Я уверена, все мои одноклассники это и так знали, но спасибо, что провели этот инструктаж. Те, кто не знали, они узнали, а те, кто знали, у них в памяти этот материал укрепился. Акцию «Безопасная дорога в школу» проводят в округе регулярно. В первую очередь сотрудники госавтоинспекции уделяют внимание образовательным учреждениям, которые расположены вблизи дорог, где есть нерегулируемые пешеходные переходы и интенсивные движения автотранспорта. В рамках этой пешеходной экскурсии дети получили первичные навыки перехода проезжей части, изучили знаки дорожного движения, которые расположены вблизи школы. Подобные мероприятия проводятся уже не впервые и продолжится проведение таких мероприятий, которые положительно влияют на общую статистику и общее поведение детей рядом с проезжей частью. Каждый год приходят сводки за полгода, за 9 месяцев. Дети 20-х гимназии, эти сводки не попали. Ту-ту-ту-ту-ту. Гимназистам раздали светоотражающие элементы, которые при переходе через проезжую часть сделают их наиболее заметными для водителя. Заткнись! 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 Заткнись на дороге! Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В медучреждениях Подмосковья стартовали обучающие семинары для участковых врачей-педиатров. Главная цель однодневной стажировки – обмен опытом с молодыми специалистами. Первая лекция прошла в детской поликлинике номер один Московского областного центра охраны материнства и детства. На ней побывали и мы. Какие функции включает в себя работа участкового врача-педиатра? Задача педиатра – не только лечить болезни, но и предупреждать их. Чтобы стать хорошим врачом, нужно не только обладать теоретическими и практическими знаниями. Еще одно важное условие – любовь к детям. Именно поэтому среди множества медицинских специальностей Дарья Подгорная выбрала педиатрию. Стаж работы небольшой – всего три месяца. Только закончила университет, и нужно было с чего-то начинать. И решила начать с поликлиники, сразу окунуться. Здесь большой объем детей, большой объем разных случаев, интересных. Для развития очень полезно, поэтому выбрала детскую поликлинику. Для таких врачей, как Дарья, которые только начинают свой профессиональный путь, опытные специалисты провели обучающий мастер-класс. Московский областной центр охраны материнства и детства, как флагман этой отрасли, собрал молодых педиатров со всего региона. Мы одни из первых прошли так называемую бежливую поликлинику. Все помнят этот проект. И мы были в пилотном проекте. То сейчас, собственно, проект Минздрава начался именно с нашего лечебного учреждения. На прошлой неделе это мероприятие проходило на базе второй поликлиники. Сегодня на базе первой поликлиники. Участникам семинара рассказали о правилах работы в амбулаторном звене и основных обязанностях участковой педиатрической службы. В дальнейшем подобные мастер-классы пройдут во всех детских поликлиниках Московской области. Луиза Егия-Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Все больше людей сталкиваются с таким понятием, как постковидный синдром. Осложнения после коронавирусной инфекции могут быть как у взрослых, так и у детей. Сейчас в поликлиниках городского округа проводят большую работу по реабилитации переболевших пациентов. Какую помощь оказывают в Московском областном центре охраны материнства и детства, узнал наш корреспондент. На ЛФК, как на урок физкультуры, по расписанию и без опозданий. Для 10-летнего Марка Антонова такие занятия только в радость. Благодаря этим упражнениям мальчик избавился от одышки. В начале сентября ребенок переболел коронавирусом. У меня была очень большая слабость, тяжелый кашель, температура под 40. Я уже себя чувствую очень хорошо. А еще в программе восстановления организма галлотерапия. В специальном помещении воссоздан природный микроклимат соляной пещеры. Стены, потолок и пол покрыты специальными блоками. Ребенок просто дышит, а организм восстанавливается. Часто очень дети, переболевшие ковидом, обращаются к нам к пневмонии или бронхиты затяжные. Мы назначаем курс физиотерапии очень хорошо, магнитотерапия, электрофорезы, галлотерапия. Ну, соответственно, массаж и лечебная физкультура очень широко тоже применяем. Повышают защитные силы организма, противовоспалительные действия, дренирующие действия. Ну и, соответственно, идет процесс выздоровления лучше и быстрее. В физиотерапевтическое отделение маленькие пациенты попадают по направлению педиатра или узких специалистов. Положительный эффект после такого комплексного лечения, по словам врачей, гарантирован. Курс реабилитации зависит от возраста ребенка и степени тяжести перенесенной коронавирусной инфекции. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Началась масштабная реконструкция стадиона «Торпеда». Подрядная организация уже приступила к подготовительным работам. Что планируют сделать на месте старого спортобъекта, расскажет Мария Антонова. Поле. Это технические помещения. Трибуны. Будет под трибунами что-то? Да. Будет передевалки и все. Да, 1800 квадратных метров под трибуны. Отлично, я поэтому спрашиваю. Два зала. Футбольное поле с подогревом, крытая трибуна, 8 беговых дорожек, площадки для сдачи нормативов ГТО и большой физкультурно-оздоровительный комплекс. Таким будет обновленный стадион «Торпеда». Проектная документация готова, находится в экспертизе. 20 ноября выходит из экспертизы. И получаем разрешение на средства и полноценно начинаем работать. Сейчас ведутся подготовительные работы, строительные площадки и снос старых строений. Под обновленными трибунами, которые смогут вместить более полутора тысяч зрителей, расположатся залы тяжелой атлетики и единоборств, раздевалки, душевые помещения для тренеров и судей. В ФОКе будет кафе, детский центр, фитнес-зал, универсальный спортзал и административные помещения. У «Торпеды» начнется новая спортивная история. Сегодня исторический момент для города Люберцы, для стадиона «Торпеда». Этот стадион видел и большие массовые мероприятия, и исторические спортивные личности, когда посещали город Люберцы. И, конечно же, мы в последующем будем проводить здесь соревнования и по масштабам всероссийские. Этот стадион уже позволит приглашать спортсменов и достаточно серьезный уровень мероприятия поддерживать. Также проведут работу по благоустройству прилегающей территории и созданию парковочных мест. Завершить реконструкцию планируют к концу 2024 года. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошел межнациональный спортивно-патриотический фестиваль имени Героя Советского Союза генерал-майора Геннадия Зайцева. Мероприятие, посвященное легендарному командиру группы «Альфа», ежегодное. Впервые оно прошло в городском округе в 2019 году. 45 команд, 900 участников и три турнира по карате. Таковы масштабы очередного фестиваля «Победите вернуться». На этот раз во дворце спорта «Триумф» спортсмены из 20 регионов страны, а также Республика Белоруссия и Абхазия. Участников фестиваля поприветствовали почетные гости, в том числе и самый главный Геннадий Зайцев, в честь которого и проходит эта спортивно-патриотическая встреча. Я оттрою, что количество участников, стремнующихся сегодня, существенные, значительные. Я оттрою, что такие легендарные области, такие лучшие представители команды здесь, в строю, в строении. Для спортсменов и их наставников большая честь выступать на этой площадке. Для большинства из них это не первое участие в фестивале имени Геннадия Зайцева. Милана Хадзоева из Москвы в прошлом году завоевала первое место. И сейчас она снова здесь. Победила и вернулась, но на этот раз взяла бронзу. Я хочу, чтобы у меня всегда были золотые медали. Но я участвую не за медали, а потому что мне это нравится, и я хочу показать себя. Гости фестиваля наблюдали не только за борьбой за призовые места. Перед началом турнира состоялись показатели и выступления. Свои навыки продемонстрировали самбисты, каратисты, борцы айкидо и представители военно-спортивного клуба. На арене выступили воспитанники Федерации спортивных единоборств с поражением опорно-двигательного аппарата. Под руководством Сергея Семайкина они показали прикладные приемы пара-карате. Одним из примеров, для чего это нам надо, является Владимир Смирнов. Он за последние два года отразил 8 нападений на себя. Одно из самых ярких было отражение нападения с холодным оружием. С каждым годом фестиваль, который носит имя человека, ставшего легендой при жизни, становится все более масштабным. У самого Геннадия Зайцева выступление спортсмена вызывает восторг. То, что было показано, это же специально готовились люди к этому и так далее. Конечно, это мастера своего дела, безусловно, владеющие приемами, причем владеющими очень крепко, искусственно и так далее. Такого просто голыми руками не возьмешь. В этом году командиру группы «Альфа» исполнилось 88 лет. Фестиваль, названный его именем, всегда проходит в конце октября, во время празднования профессионального праздника сотрудников спецназа. Учебно-тренировочный семинар от чемпиона мира и Европы по карате Александра Герунова прошел в Люберцах. Местом проведения стал дворец спорта «Триумф». Подробности в следующем сюжете. Два задачи – не замедлить и забрать тут же бал. На реакцию работаем. Хорошо? Давайте попробуем, чтобы вы проработались. На семинар Александра Герунова в Люберце приехало 173 спортсмена. Из Москвы, Московской, Ярославской, Калужской, Архангельской, Калининградской областей, а также из Республики Татарстан, Чувашии и Беларуси ехали целыми сборными, чтобы перенять опыт лучшего в своем деле. Мы приехали из Смоленской области. Наша команда приехала в составе 35 человек. Мы уже участвуем второй раз в этом мероприятии. И вот после первого семинара результаты нашей федерации повысились. И, соответственно, когда мы слышим о таком мероприятии, как семинар такого чемпионка Александра Герунова, мы сразу принимаем в нем участие и будем принимать участие в таких мероприятиях в дальнейшем. В Московской области это уже третий семинар, который провел Александр Герунов. Но именно в Люберцах событие прошло впервые. Спортсмен с удовольствием проводит мастер-классы. Каждый раз видит все больше и больше участников. Я вижу результат, чтобы у спортсменов, которые сюда приходят, по-новому загорелись глаза на это дело, чтобы они для себя почерпнули новое, для того, чтобы уже приходили привычные для себя залы на своих местах с другими глазами. Во время тренировки отрабатывали технику и скорость. На семинаре присутствовали как начинающие спортсмены, так и мастера спорта, кандидатов в мастера и чемпионы мира. Первый раз попробовали, второй раз уже люди все тянутся, все приезжаются, хотят что-то новое увидеть. А кто им еще может дать, как не наш чемпион, который всего достиг, все умеет. Александр Герунов занимается каратэ с 10 лет. Титул чемпиона мира выиграл в 2004 году в Мексике, а чемпионаты Европы в 2009 в Хорватии. Сейчас занимается тренерской и административной деятельностью. Богдан Колесников, Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин